Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Съехались в Самару на финал всероссийских соревнований по алгоритмике в цифровой среде. Как стать частью молодежного парламента Самарской области? Заявки на участие в конкурсе принимают до 1 ноября. С сегодняшнего дня в Самарской области те, кто заключает контракт с Министерством обороны, будут получать 2 миллиона рублей. Всего же за первый год службы военнослужащий по контракту может заработать 4,5 миллиона. Решение об увеличении суммы выплат принял губернатор Вячеслав Федорищев. Напомним, что в Самарской области действует более 30 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. ИО главы Самары Иван Носков продолжает проверять готовность городских служб к предстоящему зимнему периоду. Технику для уборки снега в этот раз инспектировали сразу в трех районах – Кировском, Промышленном и Ленинском. С представителями управляющих компаний и главами районов обсуждали численность штата, принципы составления маршрута в движении техники, а также варианты привлечения дополнительных ресурсов. Подробности в нашем сюжете. Тракторы, мини-погрузчики, машины для очистки дорог и разбрасывания противогололедных материалов, а также снегоотбрасыватели. Все эти виды техники будут обслуживать промышленный район города в зимний период. Готовность людей и техники проверил исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Он пообщался с представителями управляющих компаний и главой района. Обсуждали численность штата, принципы составления маршрута в движении техники, а также возможность привлечения дополнительных ресурсов. Есть варианты, нам помогают активно и промышленные предприятия, за что им отдельное спасибо техникой в какие-то трудные минуты. Поэтому мы со своей стороны готовы. Свой зимний арсенал представили специалисты Кировского района. Здесь и областные предприятия, которые работают на дорогах федерального значения, так и компании, в чем ведомстве, местные и внутриквартальные дороги. Часть техники все еще работает на улицах, выполняя чистку от пыли, но в мастерских в любой момент готовы заменить съемное оборудование на зимний. Для всех предприятий достаточно недели для того, чтобы все переоборудовать. Каждый руководитель следит за погодными условиями и по мере выпадения осадков, естественно, эту работу они выполнят. Во время осмотра исполняющий обязанности главы Самары обсудил с профильными службами универсальность современной техники. Так, отдельного внимания удостоилась машина российского производства, которая выполняет очистку тротуаров. В отличие от зарубежных аналогов, ее можно использовать в течение всего года. Элементы уборки съемные и настраиваются под любую погоду. В работе у муниципального предприятия эта техника с 2022 года и нареканий не вызывает. Он метет, и на него можно ротор ставить в зимний период. И бункер у него под реагенты, бункер под пылесборник, под воду. Импорт и замещение имеет огромное значение при модернизации подвижного состава коммунальных служб. Именно российские производители лучше понимают климатические условия, в которых техника будет эксплуатироваться. Также доступнее становится ремонт и обслуживание данных машин, что значительно продлевает срок их службы. То, что у нас импорт и замещение работает, это видно. То, что появляется, я сегодня увидел несколько новых производителей, с которыми человек даже не пересекался. Посмотрим, как они будут себя поведут зимой. Но это здорово, что как минимум в этом направлении идет работа, идет разработки. Появляется, что-то усовершенствуется. Поэтому зима покажет. Свою технику показали управляющие компании муниципальные учреждения Ленинского района. Вся техника уже подготовлена к очищению дворов от снега. Для работы в стесненных условиях будут использовать мини-погрузчики и самодельные устройства. Например, внедорожник с ковшом более маневренный, чем большие тракторы. Доложили специалисты и о распределении обязанностей для дворников. У каждого есть закрепленная территория строго отведенного размера. Чтобы справиться с работой, можно было в максимально короткий срок. В необходимом количестве закупаются и противогололедные смеси. 72 тонны они заготовили противогололедного материала. Все управляющие компании ТСЖ. Также о готовности к работе в снег доложили и муниципальные предприятия, которые обслуживают главные прогулочные зоны города. Это Самарская набережная, парки Самары и спецремстрой Зеленхоз. В чем ведомстве скверы и общественные пространства, в том числе и площадь Куйбышева. Для зимней очистки будет задействовано 28 единиц. На сегодня у нас подготовлено свыше 50 процентов. Остальное пока по летнему содержанию. Посадка деревьев, пустарников, тюльпанов. Ведем полив. Но она технически в исправном состоянии. Здесь мы представлены вот 10 единиц. Механизаторский водительский состав укомплектован полностью. Самое главное, что когда будет снегопад, посмотрим, как сработает. Потому что видно, что люди готовятся, видно, что грамотно отвечают на вопросы. Но картинка-картинка, а реалия-то реалия. После смотра машины уезжают на автобазы и в мастерские, чтобы провести заключительную подготовку. А затем выйти на улицы и во дворы сразу после первых зимних осадков. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров, Николай Епифанов. События. В преддверии парада памяти, который состоится 7 ноября, в ДК «Чайка» прошел литературно-музыкальный концерт патриотического проекта «Едем на Донбасс». На творческом вечере побывала наша съемочная группа. Патриоты своей родины. Председатель городской думы Алексей Дегтев вместе с коллегами традиционно поддерживают патриотические инициативы и активно принимают в них участие. В преддверии проведения парада памяти состоялся литературно-музыкальный концерт патриотического проекта «Едем на Донбасс». Вспоминали не только историю запасной столицы и былые подвиги соотечественников, но и тех, кто сегодня проходит службу в зоне СВО. Мероприятие, оно носит не только познавательный характер. Посредством того, что нам предоставилась возможность выступить в ДК, мы пригласили аудиторию 6+. Поэтому сегодня здесь у нас и ребята из кадетского корпуса, сегодня здесь и школьники, сегодня здесь и пенсионеры. Это просто жители управленческого, которые с удовольствием откликнулись на это приглашение. Мы очень поддерживаем наших ребят. Это очень хорошее мероприятие для того, чтобы наши жители знали, поддерживали. Мы с вами, ребята. Для гостей вечера выступил автор-исполнитель литературно-музыкального патриотического проекта «Едем на Донбасс» Михаил Чудаков. Также в преддверии Парада памяти в образовательных учреждениях проходят уроки мужества, которые знакомят школьников с историей военного Куйбышева. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. Амбициозные и полны идей в молодежном центре Самарской области прошел слет наставников «Движение первых нам по пути». Наша съемочная группа побывала на месте события. Светлана Мальцева – одна из участниц городского слета наставников «Движение первых нам по пути». Рассказывает, что когда открывали первичную ячейку в образовательной организации, советников еще не было. Но Светлана активно поддерживала идею появления наставников, поскольку общение с ними полезно молодому поколению. В сентябре 2023 года Светлана стала советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Я представляю колледж, и мы соберемся все – советники, наставники «Движения первых» из профессиональных образовательных организаций и расскажем, какие у нас проблемы, какая нам нужна помощь, какой у нас есть опыт. Послушаем советы, узнаем рецепты положительных результатов. И думаю, что это профессиональное общение станет полезным для всех нас. Участниками городского слета наставников «Движения первых нам по пути» стали как советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, так и муниципальные координаторы проекта, навигаторы детства, кураторы первичных отделений «Движения первых» и молодые педагоги. Они приняли участие в различных тренингах, а также поделились своими идеями и проектами по вовлечению детей и подростков в социально полезные мероприятия. Я считаю, что это крайне важно, тем более, знаете, постпандемийный период, когда мы, знаете, привыкли жить в онлайне, у нас так мало стало оффлайн мероприятий, то вот на самом деле мероприятия «Движения первых» – это прямо как глоток свежего воздуха, потому что мы встречаемся, мы видимся, мы что-то всегда узнаем новое, что происходит в других школах, это тоже очень важно. В завершение слета наградили кураторов первичных отделений «Движения первых», которые показали лучшие результаты своей работы. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. Далее коротко о других темах дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОСТАВКА 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 Дома приняла закон, расширяющий действия дачной амнистии. Теперь по ней в упрощенном порядке можно регистрировать также хозпостройки, расположенные на участках под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и садоводство. До сих пор дачная амнистия распространялась на жилые и садовые дома на таких участках. Для регистрации дома по упрощенной схеме нужен только его технический план, а также документы, подтверждающие право собственности на участок. По стандартной схеме необходимо уведомлять о начале и завершении строительства местной власти, которые должны убедиться, что это не нарушает градостроительные планы. Средний чек на покупку зимней резины в первой половине октября составил 6800 рублей за одну покрышку. Это на 7% больше, чем год назад. Несмотря на рост цен, число покупок зимних шин возросло на 18%. При этом в сегменте шипованной резины покупок стало на 16% больше, а ее средняя стоимость составила 7500 рублей. Свыше 60% реализованных шин отечественных марок. В Самарской области утвердили предельный размер платы за технический осмотр транспорта. Соответствующий документ опубликовали на сайте регионального правительства. За легковые машины нужно будет заплатить 1097 рублей. Стоимость техосмотра автомобилей, которые переводят более 8 пассажиров и весят не более 5 тонн, составит 1878 рублей. Транспортное средство весом до 3,5 тонн обойдется в 1200 рублей. Оплата за грузовики массой от 3,5 до 12 тонн будет 2200 рублей. Постановление вступит в силу 1 января следующего года. Самара вошла в тройку бюджетных направлений для отдыха осенью. Список составили на основе данных одного из сервисов по бронированию путешествий. В областной столице номер в гостинице на двоих в среднем обойдется в 5000 рублей. Гости Самара отмечают, что город богат туристическими маршрутами. Среди популярных мест замок Гарибальди в Хрящевке, Жигулевские горы, Бариновка и другие. На первом месте рейтинга бюджетных направлений разместилась Рязань, а второе поделили Пятигорск и Владимир. Жители региона приглашают принять участие в Монетной неделе. До 20 октября в банках участников акций можно обменять мелочь на банкноты или положить на счет без комиссии. Сдать можно любое количество монет любого номинала. Для скорости и удобства монеты лучше рассортировать по достоинству. Монетная неделя проводится в этом году второй раз. Весной жители Самарской области принесли в банки участники более 850 тысяч монет на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей. Банк России выпускает в обращение огромное количество монет, большая часть которых не возвращается в оборот, а оседает на руках у граждан в копилках. Такая акция позволит вернуть в обращение монеты и сократить расходы на ее чеканку. Условия акций в отдельных подразделениях банка могут отличаться. Перечень банков, которые участвуют в Монетной неделе на территории Самарской области, можно узнать на сайте акции монетная неделя.рф. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, что нужно сделать вместе с детьми этой осенью. С детьми нужно успеть сделать все прививки и отправить их в сад. Это, наверное, основное. Ну, а для реческой это насладиться золотой порой. Нагуляться. Ну, вот на самом деле, то есть зимой можно будет сидеть, уроки учить, а пока такая погода, надо гулять. С детьми надо сходить в цирк обязательно. Было хорошее представление, наверное, этой осенью еще и будет. А еще и в парке можно погулять. Осень классная, погода хорошая. Погулять в наших парках, насладиться золотой осенью. Красивыми листьями подышать свежим воздухом. Погулять побольше, кормить белок и поучиться. Чаще видеться надо, честное слово. Чаще видеться, встречаться, гулять больше. Заготовочки небольшие тоже не помешают. Ну и все, наверное. Готовиться к зиме. Просто хорошо провести время. Ну, как бы погулять с ребенком, покататься, где можно на паровозиках, погулять, покидать листья, покормить белок, покормить голубей. Ну, в общем, быть ближе к природе, пока не холодно. Вместо кукол и машинок и роботизированная техника, созданная собственными руками. Дошкольники из нескольких регионов России приняли участие в соревнованиях по алгоритмике в цифровой образовательной среде «Пиктомир» алгоритми АДА-2024. В Самарском университете телекоммуникации и информатики прошел финальный этап всероссийского соревнования. За победу боролись 15 команд дошколят. Подробности в нашем материале. Вкалывают роботы, а не человек. Но чтобы было именно так, сначала придется поработать над собственными навыками. Причем, начиная с детского сада. 15 команд дошкольников не только из городов и сел Самарской области, но и из Чувашии, Калининграда, Челябинска приехали в Самару, чтобы принять участие в соревнованиях по алгоритмике в цифровой образовательной среде «Пиктомир» алгоритми АДА-2024. В Самарском университете телекоммуникации и информатики прошел финальный этап соревнований. Самое главное взрослым поверить в то, что дети в дошкольном возрасте обучаемы программированию. Бывает так, что дети привозят проекты и их защищают. Здесь дети будут решать реальную задачу. И, между прочим, все это будет еще проходить с помощью того сайта, где размещены задания. В регионе на системной основе проводится работа профориентации в сфере информационных технологий. Эта работа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», в рамках проекта «Экономика данных». Работа построена на системной основе. У нас принята и успешно реализуется на протяжении ряда лет программа популяризации IT-специальностей. Она охватывает и школьную аудиторию, и студентов наших, и молодых специалистов, ученых. То есть она достаточно всеобъемлющая. Методику для обучения программированию дошкольников разработали в Российской академии наук. Дети решают задачи по планированию маршрута движения робота и составлению компьютерной программы без написания кодов на компьютере, а используя деревянные кубики и картинки. В связи с тем, что объем знаний, который должен освоить каждый новый гражданин планеты Земля, растет, этот процесс обучения программированию алгоритмики, то, что связано с мировым процессом цифровизации, надо начинать как можно раньше. Лидером здесь, в России, является Самарский регион. Мы решаем важную государственную задачу – повышение компьютерной грамотности, которая жизненно необходима России для восстановления или обретения или поддержания технологического суверенитета. В Самарской области реализуется несколько проектов, связанных с обучением программированию. Это урок цифры, космофест, межвозовские соревнования по системному администрированию и многое другое. Финал первых соревнований проводится в Самаре не случайно. Дошкольные организации Самарской области одними из первых поддержали проект «Пиктомир». И сегодня 55 детских садов губернии реализуют программу «Алгоритмика для дошкольников». Виктория Шарая, Игорь Казановский. События. 16 октября в мире отмечают День хлеба – одного из самых популярных продуктов. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. Врачи-диетологи отмечают полезные свойства хлеба. Причем чем грубее помол муки, тем лучше. Его не советуют исключать из ежедневного рациона. Однако для лучшего пищеварения хлеб рекомендуют есть в первой половине дня, а не вечером. Хлеб у нас является обязательным продуктом, он в пирамиде питания находится на основании, он обязательно в ежедневном рационе должен присутствовать. Именно хлеб. Не хлебобулочные изделия, пирожки, булки московские с сахаром с добавлением, а именно хлеб. Так как он усвояемость улучшает, сам усваивается хорошо, и там есть грибы определенные, которые нам необходимы. То есть он полезный, это полезный продукт. Хоккеисты «Лады» прервали неудачную серию, длившуюся 15 лет, и, наконец, победили в Хабаровске. Баскетболисты «Самары» уступили в напряженной концовке Нижнему Новгороду. А волейболисты «Новы» дали бой фавориту в матче Кубка России. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты «Самары» на домашней площадке в матче единой лиги принимали Нижний Новгород. Команды встречу начали без раскачки. Много забивали, лидер постоянно менялся. Но затем хозяева смогли взять игру под свой контроль, пусть и с небольшими сложностями. Все же на большой перерыв ушли с небольшим преимуществом. Во второй половине гости хоть и уступали, но держались, и в концовке встречи вышли вперед. На последних секундах хозяева имели шанс победить, но так и не забросили. 87-89. Поражение «Самары». А вот женская часть команды «Самара» в баскетбольной премьер-лиге победила. Девушки в ограниченном из-за травм составе встречались в Сыктывкаре с местной Никой Луза-Лес. Гости постепенно входили в игру, но затем смогли найти свой ритм и стали отрываться в счете. После перерыва игра стала складываться по сценарию погони. Хозяйки паркета старались сократить разницу, но «Самара» удерживала их на расстоянии. Периодически увеличивая перевес. 79-67. Победа «Самары». Волейболисты «Новы» сыграли первый матч 1-8 финала Кубка России. Новокуйбышевцы встретились с питерским «Зенитом». Волжане неожиданно смогли взять у фаворита первую партию 25-21. Но и дальше «Новы» не собиралась отдавать матч без борьбы, заставив оппонента серьезно постараться. Сенсации не случилось, но каждая партия проходила в борьбе до последнего розыгрыша. 22-25, 20-25 и 22-25. «Новы» уступила 1-3 по сетам. Команды проведут еще одну встречу. Победитель по сумме двух матчей выйдет в четвертьфинал на «Казанский «Зенит». Хоккеисты «Лада» провели в Хабаровске еще одну встречу против «Амура». В матче было много нарушений, но команды так и не смогли использовать численные преимущества. А вот в равных составах голов было достаточно. В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Затем игрок тольяттинцев Ашгихин оформил дубль и вывел «Ладу» вперед. Одну шайбу хабаровщане отыграли на старте третьего периода. Но еще один дубль от «Волжан», в этот раз от «Попугаева», вернул комфортное преимущество гостям. «Амур» смог лишь сократить разницу до двух голов. 5-3 победа «Лады», которая стала первой для тольяттинцев в Хабаровске после 2009 года. В Ярославле прошли всероссийские соревнования по слэдж-хоккею с участием команд, составленных из ветеранов СВО. Самарскую область на турнире представляли ЦСКА ВВС «Следж» и «Лада Следж». Самарцы проиграли оба матча на групповом этапе, а в игре за итоговое пятое место разгромили соперников из Ростова-на-Дону. Тольяттинцы в первый день один раз выиграли и один раз проиграли. Затем играли матч за бронзовые медали против команды из «Балашихи» и победили 1-0. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской рассказывает, как стать частью команды молодежного парламента Самарской области. До 1 ноября продолжается прием документов. Будет формироваться резервный список кандидатов в состав общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе. В конкурсе могут принять участие граждане страны в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Самарской области. С условиями конкурса и списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте общественного молодежного парламента в разделе «Анонсы». Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 846 221 32 71 или 221 31 54. Октябрь месяц, когда врачи-онкологи особенно активно напоминают о таком распространенном женском заболевании, как рак молочной железы. Специалисты областного онкоцентра проводят встречи на предприятиях и тематические уроки в школах. Они рассказывают, какие обследования нужно проходить каждой женщине, чтобы вовремя выявить проблему и начать лечение. С полезной информацией о методах выявления рака как у женщин, так и у мужчин можно ознакомиться в телеграм-канале Куйбышевского района. До 25 октября проводится общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сборы, проверка оперативно значимой информации, поступающей от гражданского населения, оказание квалифицированной помощи, консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, информирует телеграм-канал Ленинского района. С 16 по 19 октября в Самаре на площадке АЦРК «Художественный» зрители смогут увидеть лучшие работы лауреатов 14-го Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока». Фестиваль объединяет авторов, которые представляют документальные и художественные видеофильмы, программы об этнографии, традиционном народном творчестве, традиционной культуре. В программе фестивальных дней, помимо показов фильмов лауреатов, творческие встречи и лекции, которые прочтут профессионалы российского кино и телевидения. Они расскажут о видах документального кино, рассмотрят практическую драматургию неигровых кинолент и откроют секрет, как сделать документальные фильмы о редком, интересными для многих зрителей. Вход бесплатный, но нужно записаться по ссылке, она доступна в телеграм-канале Департамента экономического развития инвестиций и торговли Самары. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова